Мошенники позвонили 69-летней москвичке, вынудили её перевести 50 тысяч рублей и оформили на неё заём в 252 тысячи с 18-процентной ставкой. Пострадавшая несколько раз обращалась в банк, чтобы вернуть средства. Однако кредитная организация не шла навстречу. С помощью Центробанка удалось разобраться, как одинокой неработающей женщине-инвалиду дистанционно выдали кредит на сумму в пять раз, превышающую её сбережения. Деньги пенсионерке вернули, но юристы отметили, что это скорее исключение из правила. С одной стороны, неплохо, что банки хотя бы в исключительных случаях будут страховать граждан. С другой стороны, юристы отмечают, что организации, скорее всего, будут компенсировать потерянные деньги через своих же клиентов поднятием тарифов и ставок. Получается, что одни будут возмещать ущерб, который возник по наивности других. В это время мошенники придумывают всё более изощрённые способы обмана. Жителям нашего города поступают звонки, либо представляются сотрудниками госуслуг и говорят, что мошенники неправомерно осуществили доступ к вашему личному кабинету. Для того, чтобы заблокировать, мы сейчас вам отправим смс-сообщение, в котором будет указан код для того, чтобы заблокировать все эти операции. Соответственно, гражданину со сайта госуслуг приходит код, где указано, что нельзя передавать его третьим лицам, но граждане передают мошенникам код, соответственно, мошенники получают доступ к личным кабинетам. В личном кабинете злоумышленники получают полный объём информации о человеке, подают заявки в кредитные организации на микрозаймы. Ещё один популярный в последнее время способ развода – звонки от оператора сотовой связи. Сообщают информацию, что у гражданина закончился договор о представлении услуг сотовой связи и говорят, что желаете вы продлить, или мы вас отключим. Соответственно, гражданин в 100% случаев говорит, что я хочу продолжить пользоваться данным оператором сотовой связи. Тогда псевдооператор сообщает, что нужно подтвердить вашу личность. А дальше всё по схеме. Жертва снова сообщает код из смс госуслуги, взломанные 123 преступления в 2022 году против 215 за 10 месяцев 2023 года. Обманутых сыровчан стало почти в два раза больше. Раскрываемость, краж с банковских карт у нас составляет 62%, то есть неплохой показатель. Ну и сумма ущерба, которую мошенники причинили жителям нашего города, соответственно, тоже увеличилась. В настоящий момент жители нашего города отправили мошенникам 82 миллиона 114 тысяч 410 рублей. Полицейские напоминают, что ни в коем случае нельзя сообщать свои персональные данные посторонним, переходить по неизвестным ссылкам, совершать финансовые операции под руководством неизвестных или называть им коды из смс-сообщений.